В международном летнем лагере нынешним летом под названием «Молодёжь против коррупции» участвовало 26 студентов из Молдовы и Украины. Организаторами первой летней школы выступили Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и Государственная пограничная служба Украины. Мероприятие прошло при финансовой поддержке миссии ЕС при приграничной помощи Молдове и Украине. «С коррупцией мы сталкиваемся с первых дней жизни ещё в роддоме. Именно там ребёнок попадает в щупальца коррупции. Время проходит, ребёнок растёт и всё ещё больше усложняется, ведь ребёнка нужно пристроить в садик, а затем дать ему образование. Но так как мест, как правило, нигде нет, в большинстве случаев мы вынуждены решать проблемы через заднюю дверь». «Коррупция, она не имеет преград, к сожалению, и в соответствии и борьба с коррупцией не должно иметь преграду». Отбор участников летней школы проводился на конкурсной основе. Нужно было написать эссе на тему «Как бы я боролся с коррупцией, если бы я был президентом». «Очень приятно, что это мероприятие посвящено вам, молодёжи. И только без коррупции с помощью вас можно построить полноценное современное демократическое государство. А за вами будущее». «У нас есть чётко сформулированный посыл, и для нас очень важно передать его через этих детей, которые, кстати, продемонстрировали очень прогрессивное видение того, что нужно делать обществу в целом для того, чтобы преодолеть феномен коррупции». «Программа, подготовленная для участников летнего лагеря, оказалась довольно насыщенной и разнообразной. Так, студентам удалось побывать в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Кишинёве, а также посетить контрольно-пропускной пункт Тудора-Староказачья. Кстати, на границе, кроме беседы, проведённой с экспертами ЕУБАМ, студентам удалось провести опрос среди тех, кто пересекает границу». «Этот опрос, что мы делаем, это парк, часть одного проекта. Образцовый пропускной пункт. Сначала же просим людей, которые пересекают границу. Какое у них мнение о действиях пограничников, таможенников, то есть дают они взятки или не дают». «Удовлетворяет ли вас поведение пограничников во время общения с вами в этом пункте пропуска?» «То есть вам предоставляли какую-то информацию о ваших правах, о том, как вы должны проходить?» «Весьма интересно. То есть, на наш взгляд, это не совсем правильные ответы, но, в принципе, мы надеемся, что в дальнейшем люди будут отвечать как-то более. Например, мы взяток не даём, но для чего? Для ускорения». «Хотелось бы хотя бы анонимно, чтобы люди могли высказаться. Но мы надеемся, что хотя бы часть из них будет довольно честна с нами». Но, как и полагается, в лагере есть время и для развлечений. Так, в один из дней программа была насыщена играми и конкурсами. В числе импровизаций были и такие персонажи, как Наполеон, Гитлер, Сталин и Ленин. Очень забавно выглядела игра под названием «Крокодил». По правилам игры ребята делятся на команды, и задача одного из участников – без слов, используя различные знаки, показать коллегам по команде загаданное слово. Победа присуждается тем, кто отгадает больше загаданных слов. К завершению сезона в гостях у летней школы побывал премьер-министр Молдовы Влад Филат. Высокий гость провёл с ребятами неформальную беседу, в ходе которой студенты смогли задать молдавскому премьеру интересующие их вопросы. Это были вопросы политического и экономического характера, а также связанные с коррупцией и методами борьбы с этим феноменом. Одной из главных составляющих проблем, вызываемой коррупцией, в нашем государстве, является менталитет. Вот ваше мнение, как стоит менять, и в каком, возможно, ключе нас стоит воспитывать то новое поколение, которое будет новым менталитетом, которое будет бороться с этой коррупцией? Я думаю, что самое важное, чтобы мы выросли свободных людей. Человек, когда свободен, он знает свои права, он не позволит. И, кроме того, свободные, знающие свои права, дымитать. И с достоинством. Таких людей очень сложно ломать и очень сложно заставить делать что-то неправильно. Как Вы считаете, через какой период Молдова сможет достичь того уровня коррупции, который сейчас есть в европейских странах? И как можно максимально сократить этот период? Страна, как Молдова, имея в виду и размеры, и численность населения может быть реформирована, потому что это будет результат для моего реформирования качественного государства. Может быть гораздо короче по времени реформирована. Но если Вы ждете, чтобы я дал Вам срок, этого не сделают. Потому что опять это зависит от того, как мы здесь будем развиваться. В последний день летней школы участники представили подготовленное заранее домашнее задание на тему «Жизнь без коррупции в моем университете». После презентации были награждены четыре лучшие работы. Оценки выставляли члены жюри, эксперты, а также коллеги по лагерю. А в финале всем участникам проекта были вручены дипломы и награды. Спасибо Вам большое за активное участие. Я тоже кое-что выучу, потому что Вы даете новые идеи. Во время школы были очень хорошие инструктора, преподаватели, которые нам рассказали практику. Это раз. Потом теорию. Это законодательная база Украины, Молдовы, Евросоюза. Нам были примеры наведены, практические борьбы с коррупцией. После летней школы я буду вносить какую-то пользу в наше общество и бороться с коррупцией. Стоит отметить, что еще в первые дни открытия школы организаторы отметили, что это первая, но не последняя летняя школа, а лучшие идеи обязательно будут воплощены в жизнь. Я обещаю, что это будет не последняя летняя школа. Мы продлим этот проект. Может, осенью, зимой или весной. А мы будем делать так, чтобы ваши идеи, хорошие идеи были приняты в наших действиях. Спасибо! Спасибо! Спасибо!